Песня 23. Погребение Патрокла. Игры. Читает Пётр Филин. Погребение Патрокла. Игры. Читает Патрокла. Но Мирмидонцам своим расходиться Пелит не позволил. Став посредине дружины их воинственных, он говорил им. Быстрые конники, верные други мои, мирмидонцы Мы от ярма отрешать не станем коней звуконогих Мы на конях, в колесницах, приближимся все и оплачем друга Патрокла Почтим подобающей мертвого чести Но когда мы сердца удовольствуем, горестным плачем Здесь, отрешившей коней, вечерять неразлучные будем Рек, и рыдание начало И все зарыдали дружиной Трижды круг тела они долгогривых коней обогнали С воплем плачевным Фетида их чувства на плач возбуждала В круг горошался песок Горошались слезами доспехи каждого воина Так был оплакиван вождь их могучий Царь Ахиллес между ними рыдание горькое начал Грозные руки на грудь положив бездыханного друга Радуйся, храбрый Патрокл И в Аидовом радуйся доме Все для тебя совершаю я, что совершить обрекался Гектор сюда привлечен и повергнется псам на терзань А кресткостра твоего обезглавлю двенадцать славнейших юных троянских сынов За смерть твою отомщая Рек И на Гектора он недостойное дело замыслил Ниц пред Патрокла адром распростер Дарданиона в прахе Тою порой Мермидонцы с рамен Светозарные брони сняли От ярм отрешили Гремящих копытами коней И неисчетные Близ корабляхи Лесогероя Сели А он Учреждал им Блистательный пир похоронный Множество сильных тельцов Под ударом железа ревело В круг поражаем Множество коз и агнцев блеющих Множество туком цветущих Закланных свиней белоклыких А крест разложено было на ярком огне обжигаться Кровь, как из чана, влилась вокруг менетидово тело Но царя и акида Пелеева быстрого сына К сыну Атрея царю повели во его дыхи С многим трудом убедив Огорченного гневом за друга Сонму пришедшему к сене Атреева мощного сына Царь повелел немедленно вестником Звонкоголосым медный треножник поставить к огню Не преклонится к просьбе царь Эхиллес Чтоб омыться от бранного праха и крови Он отрекался решительно Клятвою он заклинался Нет, Зевесом клянусь Божеством высочайшим, сильнейшим Нет, моей головы не коснется сосудом овений Прежде, чем друга огню не предам Не насыплю могилы и в лосов не обрежу Другая подобная горесть Сердце уже не пройдет мне Пока средь живых я скитаюсь Но поспешим и приступим немедля К ужасному пиру Ты, владыка мужей Повели, Агамемнон За утро леса к костру навозить И на береге все уготовить Чтоб мертвецу подобает Сходящему в мрачной сень Пусть Менетидо скорее Священное пламя Гефеста Скроет от взоров моих И воинство к делу приступит Так говорил И, внимательно слушав, ему покорились Скоро под сенью от Ридовой Вечерю им предложили Все наслаждались, довольствуя сердце Обилием равных И когда питьем и пищу глад утолили Все разошлись успокоиться Каждый под сень уклонился Только пелит На брегу неумолкно шумящего моря Тяжко стеняще лежал Окруженный толпой мирмидонен Ниц на поляне Где волны лишь мутные Билися в берег Там над пелитом Сон сердечных тревог Укротитель Сладкий разлился Герой истомил Благородные члены Гектора быстро гоня Пред высокой стеной Илеона Там Ахиллесу явилась душа Несчастливца потрогла Призрак величием с ним И очами прекрасным исходным Та же одежда И голос тот самый Сердцу знаком Стала душа над головой И такие слова говорила Спишь, Ахиллес Неужели меня ты забвенью предал Не был ко мне равнодушен к живому ты К мертвому ль будешь О, погреби ты меня Да войду я в обитель Аида Души тени умерших Меня от ворот его гонят И к теням приобщиться К себе за реку не пускают Тщетно скитаюсь я Пред широковоротным Аидом Дай мне печальному руку Во веки уже предживущих Я не приду из Аида Тобою огню приобщенный Больше с тобой, как бывало Вдали от друзей мирмидонских Рок, сидя, не будем советы советовать Рок ненавистный Мне предназначенный с жизнью Меня поглотил невозвратно Рок и тебе самому, Ахиллес Бессмертным подобный Здесь, под высокой стеною Троян благородных погибнуть Слово еще и реку Завещанью внимай и исполни Кости мои, Ахиллес Да не будут розно с твоими Вместе пусть лягут Как вместе от юности мы возрастали В ваших чертогах Младого меня из-за пунта Минетий в дом ваш привел По причине печального Смертоубийства В день злополучный, когда Маломысленный, я ненарочно Амфидомасова сына убил За ладыги поссорюсь В дом свой приняв благосклонно Меня, твой отец благородный Нежно с тобой воспитал И твоим товарищем нас Путь же и кости наши Гробница одна сокрывает Урна золотая Фетиды матери Дар драгоценный Быстро к нему, простираясь Воскликнул пелит благородный Ты ли, друг мой любезнейший Мертвый, меня посещаешь Ты ли, полагаешь, заветы мне крепкие Я совершу их Радостно все совершу И исполну, как ты завещаешь Но приближься ко мне Хоть на миг обоймемся с любовью И взаимно с тобой насладимся Рыданием горьким Век И жадные руки любимца Обнять распростер он Тщетно Душа Менетита Как облако дыма Сквозь землю Своем ушла И вскочил Ахиллес Порженный видень И руками всплеснул И печальный Так говорил он Боги Так подлинно есть И в Аидовом доме подземном Дух человека и образ Но он совершенно бесплотный Целую ночь Я видел Душа несчастливца потрогла Все надо мною стояло Стинающий Плачущий призрак Все мне заветы твердила Ему Совершенно подобясь Так говорил И во всех возбудил он Желание плакать В плаче нашла их заря Разоперстая Вестница утра Около тела печального Царя Гамемнон Зарею Месков Яремных И ратников Многих К связению леса Выслал Из стана Ахейского С ними Пошел И почтенный Муж Мерион Ты в калида Героя Служитель Разум Взяв топоры Древорубные В руки И верви Крутые Воины К рощам Пускаются Мулы Идут Перед ними Часто С крутизм На крутизм То в косе Кто вдоль Переходит К холмам Пришедшие Лесистым Обильные Потоками Иды Все изощренную Медью Высоковершинные Дубы Дружно Рубить Начинают Кругом Они С треском Ужасным Падают Быстро Древа Рассекая На бревна Дана И к мулам Вяжут И мулы И землю Копытами Роя Рвутся На поле Ровное Выйти Сквозь Частый Кустар Все Дровосеки Несли Совокупно Тяжелые Бревна Так Мерион Повелел Девкалидов Служитель Разум Кучей Сложили На берег Где Ахиллес Оказал им Где Иппотроклув Великий Курган И себе Он Назначил Страшную Лесогромаду Сложив На брегу Гелеспонта Там Оргивяне Остались И сели Кругом Ахиллес Спереди Конные Пешие Сзади Тучи Друзья Посредине Несли Менетида Потрокла Все Посвященными Мертвому Тело Покрыв Волоса Голову Сзади Поддерживал Сам Ахиллес Благородный Горес Друга Он Верного В дом Провожал Айдес К месту Пришедшим Которое Сам Ахиллес Им Назначил Одр Опустили И Быстро Костер Наметали Из леса Думу Иную Тогда Пелеон Быстроноги Замыслил Став При костре У себя Он обрезал Русы Кудри Полосы Кои Сперихию С младости Нежной Растил Очи На темное Море Возвел И Вздохнувший Восклик Сперхи Напрасно Отец Мой Молясь И тебе Обрекался Там Когда Я Возвращуся В любезную Землю Родную Кудри Обрезать Мои И тебе Принести С гекотомбой И тебе Ж Посвятить Пятьдесят Овнов Плодородных Возле Истоков Где Роща Твоя И Алтарь Благовон Так Обрекался Пелей Но Его Ты Мольбы Не Исполнил Я Никогда Не Увижу Дорогого Отечества Пусть Же Храбрый Патрокол Унесет Ахиллесовый Кудри В Могилу Рек И Обрезавши Волосы В руки Любезному Другу Сам Положил И у Всех Он Исторгнул Обильные Слезы Плачущих Плачущих Да Постану Готовят Вечерю Мы Лес Ахиллес Рокла Покрыл Ахиллес Благодушный С Ног До Главы А Кругом Разбросал Обнаженные Туши Там Жи Расставил Он С Медом И С 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 Девять Псов Царя Престоле Его Вскоромленных Было Двухи Из Них Заколол И Нас Руб Обезглавленных Бросил Бросил туда же Двенадцать Троянских Юношей Славу Медью Убив Жестокие В сердце Дела Замышлял После Костер Предоставивший Огненной Силе Железной Громко Пелитва Запил Именуя Любезного Друга Радуйся Храбрый Патракул И В Аидовом Радуйся Доме Все Для тебя Совершаю Я Что Совершить Обрекался Пленных Двенадцать Юношей Трое Сынов Знаменитых Всех С тобою Огонь Истребит Но Прямого Сына Гектора Нет Не Огню На Пожрание Сам Я Ставлю Так Угрожало Но К Мертвому Гектору Псы Не Касались Их От Него Удаляла Еденной Ноч На Киприда Зевсова Дочь Умастила Его Амбразическим Маслом Рос Благовонных Да Будет Без Язв Ахиллесом Облако Темное Бога Полон Преклонил Над Героем С Неба До Самой Земли И Пространство Покрытое Телом Тенью Все Осенил Да От Силы Палящего Солнца Прежде На Нем Не Иссохнут Телесные Жилы И Члены Но Костер Между тем Не Горел Под Мертвым Патроклом Сердцем Иное Тогда Пелеен Быстроногий Замыслил Став От Костра В Отдалении Начал Молиться Он Ветром Ветру Борею И Зефиру Жертвы Для них Обещая Часто Кубком Золотым Возливал Он Вино И Молил Их К Полю Скорей Принестись И И пламенем Сруб Воспаливший Тело Скорее Сожечь Златокрылая Дева Ирида Слыша Молитвы Его Устремилась Вестницей Ветром Кои В то Время Собравшись У Зефира Шумного В доме Весело Все Перовали Ирида Принесшаяся Быстро Стала На Каменном Праге И Ветры Увидев Богиню Все Торопливо Вскочили И Каждый К себе Ее Кликал С ними Сидеть Отказалась Богиня И Так Говорила Некогда Ветры Еще Полечу Я К Волнам Океана В Край Эфиопов Далекий Они Гекатомбы Приносят Жителям Неба И Я Приношений Участницей Буду Мощный Борей И Зефир Звучащий Вас Призывает Быстрой Ногами Пелит Обещая Прекрасный Жерт Если Вас Жечь Поспешите Костер Менетита Потрокла Где Он Лежит И Об Нем Сокрушаются Все Оргивянь Так Говоря От Порога Взвеласа Воздвиглись Ветры С Шумом Ужасным Несяся И Тучи Клубя Пред Собою К Понту Примчались Истого Дуя И Пенные Волны Встали Под Звонким Дыханием Трои Холмистой Достигли Все Холмистой Присмыкаясь, и сердцем глубоко стеная. В час, как утро земле возвестить, Светоносец выходит, и над морем заря Растилается ризой злотистой. Сруб под Патроклом истлел, И багряное пламя потухло. Ветры назад устремились, К вертепам своим полетели, Морем фракийским. И море шумело, высоко бушуя. Грустный пелит, наконец, от костра уклонясь недалеко, Лег изнуренный, и сладостный сон посетил. Тою порой собирались и многие к сыну Атрея. Топот и шум приходящих нарушили сон его краткий. Сел Ахиллес, приподнявшись, и так говорил воевод. Царь Агамемнон, и вы, предводители воинств Ахейских, Время костер угасить, Вино моросить и багряным Все пространство, где пламень пылал, И на пепле костерном Сыноминете мы соберем драгоценные кости, Тщательно их отделив от других. Распознать же удобно. Друг наш лежал на средине костра, Но далеко другие с краю горели, Набросаны кучей и люди, и коней. Кости фяли золотом, Двойным покрывши их туком, В гроб положите. Да коли я сам не сойду к Айдесу. Гроба над другом моим Не хочу я великого видеть. Так, лишь пристойный курган, Но широкий над ним, И высокий вы сотворите, Ахей, вы, которые втрое После меня при судах мореходных Останетесь живы. Так говорил, И они покорились герою пили. Сруб угасили, Погрянным вином поливая пространство, Все, где пламень ходил, И обрушился пепел глубокий. Слезы льющие Друга любезного белые кости Чашу золотую собрали И туком двойным обложили. Чашу под кущу внеся Пеленою тонкой покрыли. Кругом означили место могилы И, бросив основы около сруба, Поспешно насыпали рыхлую землю. Свежий насыпав курган, Разошлись они. Ахиллес же там народу держал, И в обширном кругу посадивший, Вынес награды подвижникам. Светлое блюдо, треноги, Месков представил, И быстрых коней, И валов крепкочелых. И красно-опоясанных жён, И седое железо. Первый быстрым возницам Богатые бегонаграды он предложил. В рукодельях искусная дева младая, Медный, ушатый с боков, Двадцати двухмерный треножник, Первым дар. Кобылица второму, Шестигодовая, Неукрощённая, гордая, В недрах носящая меск. Третьему мздою Небывший в огне умывальник прекрасный, Новый ещё, Сребровидный, Четыре вмещающие меры. Мстой четвёртым, Золото два предложил он таланта, Пятым, Новый, Небывший в огне, Фиал двусторонний. Стал, наконец, Ахиллес, И так говорил Меж Ахеем. Царь Агамемна И пышнопоножные мужи Ахейцы Быстрых возниц ожидают сии Среди круга награды. Если бы в память другого Ахеяне Вы подвязались, Я без сомнения Первые в подвигах взял бы награды. Знаете, сколь превосходны мои Благородные кони, Дети породы бессмертной. Отцу моему их Пелею сам Посидон даровал, А отец мой мне подарил их. Но не вступаю я в спор Не мои звуконогие кони. О, потеряли они Знаменитого их властелина, Друга, который бывало Сам их волнистые гривы Чистой водой омывал И умащивал светлым елей. Ныне они по вознице тоскуют, Стоят, Разославших гривы по праху, Стоят неподвижно, Унылые сердца. К играм другие устроитесь, Каждый из воевахейских, Кто лишь на быстрых коней И свою колесницу надежно. Так Ахиллес говорил им, И быстрые встали возницы. Первый поднялся Эвмел, Повелитель мужей знаменитый, Сын скептроносца Адмета, Искусством возничества славы. После него украдитель коней Диомед нестрашимый. Тросских коней он подвел под ярмо, Уэнея которых в брани отбил. А Энея тогда Аполлон лишь избавил. Третий подстал копьеносный Атрид, Менелай светлокудрый, Зевсова отрасль. Коней под Ярем он подвел быстролетных, Эфу царя Гамемнона Собственным верным подарком. Эфу, которую в дар Эхепол Анхизид, Атрыйон удал, Чтоб ему не идти на войну Под ветристую трою, Но наслаждаться спокойствием дома. Богатство от Зевса Был одарен он великим И жил в Секеоне обшим. Эфу сию запрягал он Дрожащую, рвущуюсь к бегу. Вследы молодой антилог Снарядил коней пышногривых. Сын знаменитый Нелида, Высокого духом владыки, Нестора старца. Пилотские кони Его колесницу быстро им чали. Отец приступил И советы благие Начал советовать. Опытный старец Разумному сыну. Сын антилог, Тебя от юности Боги любили. Зевс и благой Посейдон И в рестательной хитрости Всякой Сами наставили. Много тебя наставлять Мне не нужно. Мастер ты коней Ворочать в кругме. Но пилотские наши Кони в бегу тяжелы. Опасаюсь, Беды б не случилось. Всех соискателей Кони резвее, Но сами возницы Меньше искусны, Чем ты. В изобретенье Быстром пособий. Так не робей, Приготовься, Любезный. Душою искусства Все обойми, Да из рук не упустишь Наград знаменитый. Плотник Тебя превосходит Искусством своим, А не силой. Кормщик Таким же искусством По бурному Черному понту Легкий правит Корабль, Игралище буйного ветра. Так и возница, Искусством Одним побеждает Слишком иной Положась на свою Колесницу И коней Гонит безумец Сюда и туда Беспрестанно виляя. Кони По попищу Носятся, Он и сдержать Их бессилен. Но возниц Разумный, Коней управляя Их худших, Смотрит на цель Беспрестанно, Вблизи Лишь ворочает, Знает, Как от начала Рестания Конскими Правит Бразда. Держит их Крепко И зорко Вперед Уходящего Смотрит. Цель Я тебе Укажу. Просмотреть Берегись, Ты видишь, Столб Деревянный Стоит, От земли Как Сожжень Маховая. Сосна Сухая Иль Дуб Под дождями Нескоро Гниющий. Справа И слева Прицели Той Врытой Два Белые Камня В самой Тесне Недороги. Кругом Жи Ресталище Гладко. То Иль Надгробный Столб Давно Погребенного Мужа Или Подобная Ж цель У старинных Была Человеком. Столб Сей И ныне Метою Избрал Хиллес Быстро. К Оной Ты Близко Примчась На Бегу Заворачивай Конь. Сам Жи Крепко Держась Колеснице Красиво Плетеной Влево Легко Наконя А Крепко Что 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 Правой Рукою Криком Гони И Бечом И Бразды Попусти Совершенно. Левый Жи Конь Твой Пускай Подле Самой Меты Обогнется Так, Чтоб Казалось Поверхность И Ее Колесо Очертило Ступицей Жаркой Но Берегись Не ударься О Камень Можешь Коней Изувечить Или Раздробить Колесницу В радость Рестателям Всем А Тебе Одному Посрамление Будь Мой Сын Рассудитель Будь Осторожен Любез Если Если Уже Близ Меты Возьмешь Ты Перед И Погонишь Верь Ни Один Из Возниц Не Догонит Тебя Не Обскачет Даже Хоть Следом Бы Он На Ужасном Летел Ориене Бурном Адраста Коне Порождение Крови Бессмертной Или На Конях Лаумедена Славных Труады Питомцев Так Произнесший Нелит Знаменитый Конник Геренский Сел На Месте Важнейшее Все Изъяснив Антилуфу Пятый Герой Мерион Снарядил Коней Пышно Гриф Все В колесницы Взошли И бросили Жребий В шлем Принял Пелид И Сотряс И Вылетел Вдруг Антилог Неостор Усы Второй Выпадает В Мелу Владыки Третий Атреев Усы Царю Аргивян Менелаю Выпал За ним Мериону Вождю Но Последнему Жребий Сыну Тидееву Храброму Гнать Колесницы Достался Стали Порядком Мету Им Далекую Наполе Чистом Царь Эхиллес Указал Но Вперед Повелел Да Прионой Старец Божественный Феникс Отеческий Оруженосец Сядет И бег Наблюдает И После Им Истину Скажет Разом Возницы На коне И бичи Занесли Для ударов Разом Браздами Хлестнули И Голосом Крикнули Грозным Полные Рвения И Разом Помчались По полю Коней Вдаль От судов С Быстротою Ужасной Пыль Из-под Стоп Их Стала Взвиваясь На воздух Как туча Как сумрачный Вихрь Длинные Гривы Коней Развиваются Веянием Ветра Их Колесницы Летящие То до земли Прикоснутся То Высоко Отраженные Взбросятся Гордо Возницы В пышных Стоят Колесницы Трепещет У каждого Сердца Жадный Слав Каждый Коней Ободрительным Криком Гонит И Коней Летят По Ресталищу Пыль Подымает Но Когда уже Коней В последний Конец Обратились К Морю Седому Тогда-то Рестателя Каждого Доблесть Вдруг Обнаружилась Конская Брыть Ускорилась И Быстро Легкие Вымчились Вдаль Кобылицы Эвмела Герои Вслед Кобылиц Выносились Вперед Жеребцы Диамеда Тросские Кони И Чуть Лишь Отставшие Мчались Облизко Так что Казалось Хотят На Эвмела Вскочить Колесницу Жарким Дыханием Широкий Хребет Нагревали Герою И На плечах Адметида Лежа Главами Летели Он Диамед Обскакал бы И равную Б сделал победу Если б Тидееву сыну Не Феб Враждовал Раздраженный Тидееву Настиг Настигла Богиня Царя Диамеда Бич Подала И Новую Рьяность Конем Дохнул К сыну Жадмета Она Устремившись Полная Полная Голос Сила Я Гневный меж тем нестарида Ругал Менелай Светлокутрой Нет, Сантилох, человека вреднее тебя зломышлением Нчись, недостойно тебя называют разумной махейцей Средством, однако же, таким не получишь ты мзды без присяги Так произнес он и громким голосом крикнул на коне Что у меня отстаете и что унываете, кони? Прежде пилоских коней остомятся колено и силы, нежели ваши Давно их обоих покинула младость Так восклицал, и они, устрашаса угрозы властелина Прыдче пустились бежать и скоро передних догнали Тою порою ахейцы на площади сидя Смотрели коней, которые по полю, пыль подымая, летели Первый и Доменей распознал приближавшихся коней Ибо сидел не в кругу, но высоко на холме подзорном Крик на коней колесничника он, и далекий услышав Мужа узнал и приметил коня в обгоняющей паре Сильно отличного Весь багряно гнедый На челе лишь признак имел он родимый, как месяц И светлый, и круглый И Доменей приподнялся и так говорил Аркевянам Други любезные, рати эхейских вождей и владыки Я ли один примечаю коней, или видите все вы? Чьи-то другие, мне кажется, скачут передними коней Кто-то другой и вознится Но те, кобылицы Эвмела, чем-то задержаны в поле А прежде они отличались Первые видел я сам Кобылицы и Мету обогнули Ныне же видеть нигде не могу их Куда не бросаю в круг по троянскому полю моих испытательных взоров Верно, из рук Адметида бразды убежали Не мог он бега сдержать у Меты И коней повернул неудачно Там он, быть может, упал, колесница его сокрушилась И умчались дороги его обуялой коней Ну а поднимитесь, друзья, и всмотритесь вы сами Я, быть может, вижу неясно Но кажется мне, что ристатель передний Муж италийский Воинственный царь ополчения Аргоских Сын канеборца Тидея Герой Диамет благородный Грубо ему отвечал быстроногий Аякс Оилеев Что наперед, да в кальон, болтаешь ты? Те ж кобылицы всех впереди и звуконогие По полю чистому скачут Ты между нами, эхейцами, вовсе не младшие годами Очи твоей головы не острее других проницают Но и всегда ты лишь праздно болтаешь Тебе неприлично здесь пустословить И лучше тебя здесь присутствуют мужи Те ж впереди кобылицы, которые были и прежде Сына Адметова Сам он и едет, и правит браздами Вспыхнувши гневом, Аяксу ответствовал Крита-властитель Спорщик первейший, Аякс злоречивый Ну, впрочем, последний между ахейских мужей Человек небузданно грубый Спорь и положим в закладу мы вальницу или треножник К спору свидетелям мы изберем Агамемна на оба Конь и чьи впереди ты узнаешь Заклад заплатил мне Так говорил он И быстро поднялся Аякс Оилеев Пышущий гневом, готовый ответствовать речи суровой И зашла бы далеко между ними обидная распря Если бы сам Ахилес не восстал, говоря воеводом И доменей, о элит Говорить перестаньте в народе злые и обидные речи Вас недостойное дело Сами осудите вы и других начинающих тоже Сядьте, друзья И на месте спокойно смотрите на коней Скоро и сами они распаленные жаждой победы К нам принесутся Тогда вы без спора узнаете каждый И чьи впереди и чьи позади между коней Ахейским Он говорил Как летящий к концу диамет показался Хлещет с плечом, бичом по коням А надымящиеся кони скачут высоко И с скоростью дивной летят по дороге Брызги песка от копыт Беспрерывные прыщут в возницу Пышная оловом, златом нарядная в круг колесница Быстро за бурными конями катится След за собою шины колесные Тяжкие медью по тонкому праху чуть оставляют С такой горячностью кони летели Стал среди круга рестатель торжественный С пламенных коней пот И от вы, и от персий потоком милился на землю Быстро надол диамет с колесницы сияющей прянул Пич к ярму прислонил И немедлил сподвижник героя сильный сфенел Прибежал и с весельем взял он награду Но служителям храбрым Жену и треножник ушатый К куще представить велел он А сам распрягал колесницу После тедида Младой антилох пригнал колесницу Хитростью только Не скоростью взявший вперед у Атрида Но Атрида от него не отстал на конях быстроногих Близко летел Как от обода конь В колесницу впряженный И во весь свой опор по полям властелина несущий Хвост у него медноблещущий Шины касается края Так он близко бежит И таким расстоянием малым Он отделен от колес По широкому полю бегущий Столько же мало отстал от нелеего Славного внука Царь Менелай На вержении диска сперва оставался После он скоро догнал Возрастала в бегу Беспрестанно крепость И жарко бы лицей Атридовой Пламенной Эфы Так что когда бы еще обоих продолжилось Рестанье Верно бы Атрид обскакал И победы не сделал бы спорной Но Мерион Предводитель Акритин Могучий сподвижник Гнал на полет Копия Царям Менелая Отставшие Медленны были его Долгогривые критские кони Мало искусен И сам управлять Колесницей в листанье Сын же Атмета Явился последним Гоня пред собой У быстрых коней И прекрасную Сзади влача колесницу В жалость пришел Адметида Увидев Пелит благородный Встал И к ахейским царям Устремил он Крылатые речи Первый рестатель Последним Гонит коней Звуконогих Но Аргивяне Дадим Как достойно Вторую награду Сыну Адмета А первая Следует Сыну Тидея Так говорил И одобрили Все Ахиллесова Слова Отдал бы он Кобылицу Согласие Сонма Эвмелу Если б Почтенного Нестора Сын Антилох Оскорбленный Быстро Не встал Справедливо Герой Возразил Ахиллесу Царь Ахиллес Огорчуся Я Жестоко Если Исполнишь Слово Твое Награду Отнять У меня Побужден Ты Тем Что Постигла Беда Колесницу Иконей Эвмела И что Возница Он Славный По что Же Богов Всемогущих Он Не молил Никогда Не пришел Бы Возница И последний Если Эвмела Жалеешь И столько Тебе Он Любезен И есть У тебя В кораблях Изобильные Златые Меди Есть И Рабыни И Овцы И Твердокопытные Кони Выбрав Из них Отличи Ты его Хоть и Большей Наградой После И даже Теперь Чтоб Тебя Похвалили Данай Сей 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 Из Рук Я Не Выдав А Кто Из Эхея Желает Пусть Подойдет И со Мной За Нее Рукопаш Сразиться Так Говорил Улыбнулся Божественный Внук Иокидов Радуясь Другом Младым Антилоха Любил Он Как Друга Юноша Он Отвечая Крылатую Речь Устремляет Требуешь Ты Антилох Что Без Собственной Сени Другую Дал Я Награды Эвмел Охотной То Я Испол Дам Ему Латы Которые Добыл Я С Астеропея Медные Их Оконечность Летая Струя Окружает Олова Светлого Будет Сей Дар Эвмела Достоин Так Произнес Пелит Пелит Повелел Автомедену Другу Вынести Из кущи И тот Устремившийся Вынес И отдал В руки Отметого Сына И он Их Радуясь Принял Тут Менелай Светлокудрый Поднялся Душой Огорченный Жестокогневный На сына Нелидова Вестник Атридов Скиптор Властелину Представил Безмолвствовать Знак Иргивянам Подал И стал Говорить Воинственник Богу Подобный Что Антилох Ты сделал Всегда Рассудительным Слыши Славу Мою Помрачил И коней У меня Ты расстроил Хитростью Взявший Перед На конях Несравненно Слабейший Но Рассудите Ахеян Владыки И мужа Совета Нас Обоих Наравне Рассудите Вы Но Без Потворства Пусть Обо мне Ни один Меднобронный Ахеец Не скажет Царь Менелай Антилоха Одной Пересили Неправдой Юношем Сдою Конем Завладел Менелай В иконе И были Слабее Лишь Сам Он Могучей Властью И Силой Слушайте Други Я Сам Рассужу И Меня Я Надеюсь В сон Мне Не будет Никто Укорять Справедлив Приговор Мой Несторов Сын Благородный Приближься Сюда И Как Должно Стань Пред Своими Конями Возьми Как Следует В руки Бич Тот Гибкий С Которым Сегодня Рестал И Бичом Ты Коней Касаясь Клянись Поседауном Землю Держащим Что Неумышленной Хитростью Ты Мне Запнул Колесницу Умный Младой Антилох Отвечал Менелаю Атрид Светлый Атрид Укротися Юноша Я Пред Тобой Ты О Царь Менелай Или Там И Доблестью Выше Ведаешь Как Легко В заблуждение Младость Впадает Ум Молодой Опрометчив Короток Рассудок Незрел Сердце Смягчи Менелай А Награду Мою Кобылицу Сам Я Тебе Отдаю И Когда Б Из Моих Достояний Более Чего Ты Потребовал С Радостью Я И Теперь Выдал Б Нежели Мне У Тебя Питомец Кранида Выйти Сердце Сердце Навеки И Быть Пред Богами Виновным Рек И Подведший Коня Младой И Старит Благородный В руки Отдал Менелаю Герою И В Персих Атрида Сердце Растаяло С радостью Словно Роса По колосьям Зреющей Нивы Когда Цепенеют От зноя Долины Так У тебя Менелая Растаяло С радости Сердце К Юноше Он Возгласил Устремляя Крылатые Вечи Ныне Я Сам Невзирая На гнев Мой Тебе Уступаю Несторов Сын Никогда Безрассуден Ни же Легкомыслен Ты Не бывал Победила Рассудок Единая Младость После Сего Антилог Опасайся Обманывать Старших Нет Нелегко Бы Меня Укротил Другой Из Данаев Но Довольно Терпел И Довольно Под троею Сделал Сам Ты И Храброе Детство И Брат За Меня Подвязаясь К Просьбе Тво Я Снисхожу И Награду Мою Кобылицу Я Уступаю Тебе Пускай Другие С тобою Помнят Что Я Никогда Не Надмен Ни Немилостив Не Был Так Произнес И Коня Менела И Антилохову Другу Отдал Ноэму Сам Жи Избрал Рукомойник Блестящий Злато Четвертую Мзду Получил Мерион По Заслуге Кони Четвертым Пригнавшим Но Пятая Мзда Оставалась Круглый Фиал Двусторонний Его Хиллес Быстроногий Сонмом Данаев Пронесши Нестору Подал Вещая Дар Сей Тебе Божественный Старец И Ты Сохрани Сей Памятник Грустный Патрокловых Похорон Между Живыми И Больше Его Не Увидишь Тебе Же Награду Победы Так я Даю Ни в Борьбу Ты Ни в Кулачную Битву Верно Не Вступишь Ни в Меткой Стрельбе Ты Ни в Легкости Бега Спорить Не будешь Тебя Удручает Тяжелая Старость Рек И И Фиал Ему Подал И Старец Приял Веселяся Быстрые Речи Крылатые Он Устремил Кахил Лес Истину Сын Говоришь И Все Ты Разумно Вещаешь Члены Мои Ослабели Ни Ноги Любезные Ни Руки Так на моих Раменах Как бывало Не движутся Быстро Если бы Молод Я был И Если бы Силой Блистал Я Он Их Годов Как Эпейцы В упрасе Царю Амаринку Тризны Творили А дети Царя Предложили Награды Так Не сравнился Со мной Ни один Человек Из Эпеян Даже Из Храбрых Пилосцев И Духом Высоких Этолин Там Я Кулачную Битву И бойца Одолел Криптомеда Трудной Борьбой У борца Неспроверг Превраница Анкея Ног Быстротой Превзошел Знаменитого Бегом И Фикла Дротиком Двух Победил Полидора И Мужа Филея Только Одними Конями Меня Примогли Акторины Но Числом Одолели Завидуя В семье Победе Ибо Славнейшая Всех За нее Оставалась Награда Стали Вдвоем На меня И Как Первый Лишь Правил Конями Только Только Лишь Правил Другой Их Гоня Печевал Без Пощады Прежде Таков Я Бывал Но Теперь Молодым Оставляю Трудные Подвиги Славы Пора Пора Уступить Мне Старости Скорбной Череду Я свою Блистал Меж Героев Но Продолжай И Друга Усопшего Играми Чест Дар Же Благодарно Приемлю И Радуюсь Сердцем Что Столько Помнишь Меня Ты Старца Смиренного Что Не забыл Ты Честью Приличной Почтить И Его Пред Народом Ахейским Боги Тебе Засие Воздадут Воздаянием Желан Так Произнес И Пелит Сквозь Великий Сон Меохейен Вновь Возвратился Приветствия Выслушав Нестора Старца Тут Предложил Он Награды Кулачного Страшного Боя Выслав Предкруг Привязал Шестилетнего Сильного Меска Игом Еще Несмиренный Жесток Для Смирения Был Меск Победителем Сда Побежденным Кубок Двудонный Стал Наконец Среди Сон Мои Так Говорил Аргивян Чадо Атрея И Вы Меднолатные Мужи Ахейцы Ныне Подвижников Двух Призываем Которые Сильны Руки Поднять На Кулачную Битву Кому Стреловержец Даст Устоять И Кого Победителем Все мы Признаем Тот К своему Кораблю Поведет Терпеливого Меска Кубок же Свой Двоедонный Боец Побежденный Получит Рек Он И Быстро Восстал Человек И Огромный Мощный Славный Кулачный Боец Панопеева Отрас Эпеус Меска Рукой Желоватой За гриву Схватил И кричал Выступи Тот Кто Намерен Кубок Унесть Двоедонный Меска Ж Надеюсь Я Не Отвяжет Никто Из Захея В В Битве Кулачной Победной Горжуся Боец Я Здесь Первый Будет Того Что Меж вами Я Воин Не Лучший Что Делать Смертному В каждом Деянии Быть Невозможно Отличным Что До Битвы Объявляю При Всех И И Исполнено Будет Плоть До Костей Прошибу Я И Кости Врагу Изломаю Пусть За Моим Сопротивником Все Попечители Выйдут Чтобы Из Битвы Унесть Укращенного Силой Моей Так Говорил Он И Все Немевшие Молчание Хранили Богуподобный Один Эвреал На него Подымался Внук Скептронос Саталая Сын Мекистея Героя Некогда Вфи Выходившего К играм Надгробным Эдипу Падшему Воное Время И всех Победившего Кадмена К битве Его Снаряжал Диамет Копьеборец Могучий Дружеской Беречу Бодря И Сердечно Желая Победу Бросил Он Запон Ему И Красиво Краен После Подал Ремни Из степного Вала Убитого Силы Силы Опоясавшись Оба Выходят Бойцы На Средину Разом Один На Другого Могучие Руки Заносят Сшиблись 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 Смешались Быстро Подвижников Тяжкие Руки Стук Кулаков Раздается По Челюстям Пот По Их Телу Льется Ручья Как Вдруг Приподнялся Могучие Пеос Резко Врага Оглянувшегося Грянул В Лицо И Не Мог Он Больше Стоять Подломившись Рухнулись Крепкие Члены С С Порывом Бореевым Прядает Рыба Из Моря На Берег Мшистый И Вдруг Покрывается Мутной Волною Так Пораженный Упал Эвриал Добродушный Эпелс За руку Поднял Его А усердные Други Представшие С поприща В стан Повели По земле Волочащего Ноги Кровь Извергавшего Ртом И бросавшего Голову На бок В Омрак Он Впал И его Меж своими Друзья Посадивши Сами Пошли И на поприще Подняли Кубок Двудон Пленную Деву В четыре Вола И ее Оценили Встал Наконец Перед Сонмом И так Говорил Аргивянов Встаньте Которым 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 Угодно И сей Еще Подвиг Изведать Он Произнес И Немедленно Встал Теламонид Великий Встал И герой Одиссей Вымышлятель Хитростей Умный Застроился По Телу Частые Полосы Вкруг По Бокам И Хребтами Широким Вышли Багровые С ревностью В гордых Серцах Одинакой Обалкали Они Победы И Славной Награды Долго Ни царь Одиссея Не смогала Прокинуть Аякса Ни Аякс Не смогала Долеть Одиссею И силы И когда Уж Соскучив Ахеин Сыны Зароптали Вскрикнул К царю Одиссею Великий Аякс Теламонид Сын Благородный Лаэрдов Герой Одиссея Многоумный Ты Подымай Или Я Подыму А решит Олимпиец Так Произнес И Поднял Одиссея Не забыл Их Ищрение Вдруг С под коленок Ударил Пятой И Подшиб Ему Ноги Навз Ничего Прокинул Но Сам Он Аякс На Перси Пал Удивился Народ Изумил Лися В серги Вяне После Пытал И Аякса Поднять Одиссея Терпеливно Вновь Обхватил И лишь Несколько Сдвинул Земли Но Не поднял Ноги Его Подогнулись И На землю Рухнулись Оба Пали Один Близ Другого И Прахом Покрылись Темно Встали И, почтительно выслушав, оба они покорились. С поля сошли и от праха очистясь, надели хитоны. Сын Жапилеев другие за бег предлагает награды. Первая — сребряный, пышный сосуд, шестимерная чаша. Чудный своей красотой, помрачавшая в целой вселенной славные чаши, — Сидонин из вкусных изящное дело. Мужи ее, финикийцы, по-англистому, плавая понту, в Лемнос продать привезли, но как дар предложили фуазу. Царь же Эвней Язанид, выкупая приамого сына, падшего в плен Ликаона, отдал Менетиду по трогу. Царь Хелес и ту чашу выставил, чествуя друга, мздою тому, что быстрейшим окажется в беге ногами, мздою второму, тельца, откормленного тяжкого туком, но последнему золото он полталанта назначил. Встал, наконец, среди сонма, и так говорил Аргивян. — Встаньте, которому годно и сей еще подвиги зведать. Рек. И немедленно встал Оилеев Аякс быстроногий. Встал Одиссей многоумный, и Несторов сын знаменитый стал Антилох. Побеждал он юношей всех быстротой. Стали порядком. Перид указал им далекую мету. Бегих сперва от черты начинался, и первый всех дальше быстро умчался Аякс. Но за ним Одиссей знаменитый близко бежал, как у женщины ткущей с пряжей уходит цевка у Персии, которую ловко руками бросает, нить за уток пропуская и близко пред Персиями держит. Так Одиссей за Аяксом близко бежал. Беспрестанно следом в следы ударял он, и прежде чем прах с них сцепался и дыхание свое изливал на главу Оилида, быстро и ровно бежа. Восклицали кругом Аргивяне, жажду его победить в ревновавшем еще умножая. Но когда приближались к концу уже бега, смолился в сердце герой Одиссей, светлоокий палладий богини. «Доча Геоха, услышь! Убыстрей, милосердые ноги!» Так он, молясь, произнес, и услышала доча Геоха. Члена ему сотворила легкими ноги и руки, и уже добегали, чтоб только им прянуть к награде. Вдруг на бегу поскользнулся Аякс. Повредила Афина. В влажный ступил он помет из валов убиенных разлитый, коих по троклу в честь заколал пелеон благородный. Кельчим пометом наполнились ноздри и роту Аякса. Чашу награду свою подхватил Одиссей терпеливый, первый примчасть. А вала захватил элит знаменитый. Встал и, рукой удержася за роги вала полевого, он выплевывал каллы, так говорил Аргивянам. «Дочь громовержца, друзья, повредила мне ноги! Афина! Вечно, как матери, она Одиссею на помощь приходит!» Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Несторов сын получил последнюю бега награду. Взял и, кокейским мужам улыбаясь, так говорил. «Знающим всем говорю вам, друзья, что всегда, как и ныне, боги бессмертные чествуют смерть старейших лета, сын Уилеев меня годами немногими старше, сей же из прежнего рода, от прежнего племени отрасли. Но, зелена, говорят, Одиссеева старость, и трудно в беге с ним спорить ахейским героям, кроме Ахиллеса». Так говорил, прославляя Пилеева быстрого сына. «Но Ахиллес немедленно сам отвечал Антилоху. «Друг Антилох, твоя похвала небесплодную будет. Зла так награде твоей полталанта еще прибавляет». Так произнес и вручил. И юноша, радуясь, принял. Тут Ахиллес быстроногий, копье длиннотенное взявший, вынес на поприще, вынес и щит, и шелом светозарный, весь с орпидона в доспех, с пораженного взятой по тропу. Стал, наконец, перед сонмом, и так говорил Аргевиан. «Ныне подвижников двух вызываем, отлично могучих, вбранный облегшись доспех, ополчившись с пронзительной медью, выйти один на один и измерить их мощь пред народом. Кто у другого, скорее, пронзит благородное тело, и сквозь доспехи коснется и членов, и крови багряной, тот победитель. Тому подарю я сей нож среброгвоздный, славный, фракийский, который похитил я с Астеропея. Что до оружия, подвижники оба их вместе получат. Вместе под сенью моей и блистательный пир им устрою». Так говорил и поднялся великий Аякс Теломонь. Быстро по нем и Тидид восстал, геомет нестрашимый. Скоро в концах отдаленных народной толпы и ополчаса оба они на середину выходят, пылая сразиться. Грозно друг на друга смотрят, страх обымает Ахейн. Быстро сошедшись, они, устремленные друг против друга, трижды бросались и в рукопаш трижды оружием сшились. Сын Теломонов в копье сопротивнику в щит круговидный вбил, но тело не тронул. Оно защищалось оброни. Сын же Тидеев поверх семикожного круга шитого вы Аякса грозил беспрестанно сверкающим жалом. Все трепеща за Аякса вскричали Ахейские мужи «Бой прекратить!» и равные взять им велели награды. Но Ахиллес Диамеда ножом наградил среброгвозным вместе с ножнами его и с ремнем красиво краю. Тут Ахиллес предложил им круг самородный железа. Прежде метала его этионова крепкая сила. Но когда этиона убил Ахиллес-градоборец, круг на своих кораблях он с другими корыстями вывез. Стал, наконец, он предсонным и так говорил Аргивянов. «Встаньте, которым угодно и сей еще подвиги звезды! Сколько бы кто не имел и далеких полей и широких, на пять круглых годов и тому на потребы достанет глыбы такой. У него никогда сказку делая в железе, в град не пойдет ни Арата и ни Пастырь, но дома добудет!» Так говорил он. И встал Полипед, бронодышащий воин. Встала и грозная мощь Леонтея, подобного Богу. Встал и Аяк, Стеламонит, и сильный Эпеос Огром. Стали порядком, и первый тот круг поднимает Эпеос. Долго махал он и бросил, и хохот раздался по сонму. После поверг Леонтей, благородная отрасль Орея. Третий, сын Теламонов, схвативший железную тягость, бросил могучей рукой, и за знаки он всех перекинул. Но когда тот круг подхватил Полипед брононосный, так далеко, как пастух свой закривленный посох бросает, он же вертится кругом и летит через тельчье стадо, так далеко перекинул за кругу. Скричали Данай. Быстро толпой набежавший, друзья Полипеда героя радостно к черным судам понесли награду владыки. Сын же Белеев для лучников темное вынес железо, десять секир двуострых и десять простых им награды. Выставил целью стрельбы корабля черноносого мачту в дальнем конце на песке, а на самой вершине голубку за ногу тонким снуром привязал, и по птице велел он метить стрелкам, который уметит по робкой голубке все топоры двуострые сень понесет победитель. Кто же улучшит по снуру одному, не уметивши птицы, тот, как стрелок побежденный, секиры простые получит. Так говорил, и восстало могущество Тевкра владыки. Стал и герой Марион, повелителя Критинс подвижник. Бросили жребии в медный шелом, сотрясли их, и Тевкру вылетел первому жребий стрелять. И немедля стрелу он страшную силу послал. Но не сделал обед о владыке. Фебу в жертву принес первородных овнов дикотом. В птицу герой не попал. Воспрепятствовал Феб раздраженный. Снур близ ноги он уметил, которым привязана птица. Привесь у самой ноги пересекла стрела, встрепенулась, к небу взвелась голубица свободная. Привесь по ветру на землю вся опустилась. Громко вскричали Данай. Быстро тогда Мерион и печального Тевкра из длани выхватил лук, а стрелу на готове держал, чтобы направить. Сердце обед сотворил метателю стрел Аполлону, первенцев Агнцев ему в благодарность принес гекотомбу и высоко под облаком робкую птицу завидев, быстро кружащуюсь в бок под крыло угодил он стрелою. Вверх сквозь крыло пролетела стрела и обратно на землю пав, пред ногой Мериона вонзилась вдол. А голубка свысила зурной на мачту спустясь черноносого судна в ее груди преклонила, густые развесила крылья, быстро из персий дух испустила и с мачты далеко пала на прах. Удивился народ и кругом изумлялся. Все топоры двуострые взял Мерион победитель. Тевкор побежденный простые понес корабля мореход Сын Жепелеев огромный дрот и сосуд рукомойный чистый в огне небывалый ценой в вала расцвеченный вынес предсон И восстали могучие два копьеборца Первый пространнодержавный восстал Атроион Агамена После герой Мерион предводителя Критин сподвижник Но между храбрыми став говорил Ахиллес благородный Царь Агамемнон мы ведаем сколько ты всех превосходишь сколько и мощью твоей и метанием копий отличен Но прими ты награду и снею Атри возвратись к быстрым судам а копье отдадим Мериону герою если твоей то приятна душе Но так бы я думал Рек и ему не противился сын скептроносный Атрея Дрот Ахиллес Мериону вручил а герой Агамемнон в руки Толфибия Вестника пышную отдал награду Агамемнон Агамемнон Д Раз Агамемнон Нер